здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светлана лоди сад вести светелки сегодня коротенький ролик о перевалке огурцов только лишь потому что потом если я не покажу кто-то напишет что почему не показали а когда вы это сделали и так далее свои комнатные огурцы ну то есть огурцы для зимнего огорода я посадила посеяла вернее 20 октября семена здесь были разные особо выбора большого нет вот эти семена подарок я купила в обе это именно томатик для комнатного высаживания но обычно такие томаты характеризуются компактной формой маленькими листьями ну и плоды у них могут быть самые обычные быстрый урожай то есть это 40 дней урожай и вот здесь вот длиной плодики должны быть 13 15 сантиметров это не корнишонный обычный огурец действительно он он растет таким более компактным чем огурцы которые я еще посадила один огурец совершенно обычного назначения просто мне попался огурец бомонт f1 портонокорпический потому что он очень устойчив к затененности к различным стрессам мус раз условиям виде прохладной погоды и так далее вот поэтому я его купила потому что но вот здесь светелки у меня для огурцов ну как я говорю не самая удачная температура правда в этом году я учла все что в том году делала может быть не так учла все это делаю для них такую теплую комнатку то есть они у меня растут на теплом коврике и все заизолировано материалами вообще чуть попозже покажу оставайтесь со мной поэтому им тепло температура 24 градуса в этом в это их мини комнатке ну 24 градуса нормальная температура растут по-разному правда в так когда они взошли лампа очень мощная 60 ватт я вот первые листочки семидольные этой лампы подпалила и они так немножечко стресса нули но мегафолом обработал сразу все пошло сегодня просто настала та пора когда мне надо их перевалить больший объем то есть я их посеяла в 200 грамм стаканчик и стаканчика перевалила в самодельные вот такие вот из подложки под ламинат ну самодельные стаканчики здесь примерно литр земли глинта грунта здесь вот еще грунт по питательности ну такой средненький бы я сказала да здесь торф земля и перегной 50 на 50 ой в равных пропорциях вот так вот три равные пропорции ну по 30 допустим процентов вот сейчас я подготовила уже давно вернее подготовила с осени более питательный грунт вот в таких вот вазончиках это 6 литров здесь прям грунт пополам перегной и пополам земля вот такой грунт ну то есть очень вкусный для огурцов почему я вот в таких штуках они например не посеяла их куда-то в какой-то горшочек да потому что вот сейчас я например уже один огурец перевалила посмотрите он зацвел у него уже здесь цветочки ну с огурчиками до 30 . но и вот когда уже вы начинаете пересадку это я еще прищипывала если не прищипывать то плеть длинная и вот любой момент наклона можно сломать плеть это уж было неоднократно поэтому что делаю я посмотрите может быть кому-то моё ноу-хау понравится я это делаю ежегодно то есть вот был грунт я его немножко отсюда сняла вот но видно что прям вот один-один перегной и смотрите почему я их так выращиваю вот я сейчас могу огурцы ненавидят вообще пересадки перевалки вообще терпеть не могут когда суются к ним в корневую систему будем так говорить здесь вот уже одни корни видите стоял у меня вот в таком корыте но естественно в этих штучках просто свернула того объема какого мне надо вот эту подложку видите нету дна поэтому я вот смотрите сейчас ставлю я так и с любой рассадой поступаю могу отрезать ножницами могу очень аккуратно оторвать подложку эту и снять никаких вот таких вот вещей в виде перевалки я не делала то есть стоит сейчас огурец который даже не понял что я ему сделала перевалку видите вообще совершенно этого совершенно не понял все я теперь очень аккуратно тем грунтом который вынула сейчас здесь присыплю даже у меня была замульчирована мухом с фагнумом я его оставлю это супер вещь от корневых разных гнилей огурец никакого стресса от моей перевалки не поимел я думаю вот 6 литров больше я переваливать не буду сколько будет огурцов столько и будет даже многовато грунта сделала вот и теперь что я делаю теперь возьму осталось у меня и замульчирую это еще раз говорю и от корневых гнилей да и просто будет сохраняться влага потому что огурец любит влагу и влажность воздуха и тепло вот такой у меня получился огурчик вот и еще у меня один есть это уже будет 2 огурца и еще у меня есть вот этот подарочек развивался поменьше тоже здесь корневая великолепная и сейчас я его перевалю тем же способом как и другие и Ну вот, дорогие друзья, все. Вся перевалка закончена. Сейчас я хорошо полью. Я в раствор добавила УЖЗ Кузнецова. Вот такое удобрение. Чуть-чуть добавила. УЖЗ органическое земледелие. Живое земледелие. Чуть-чуть. И теплым раствором обязательно тепленьким проливаю. У меня очень сухой грунт, поэтому я сейчас пролью так-то хорошо. Все. Теперь ставлю под лампу. Лампа у меня, покажу вам, вот смотрите, лампа у меня вот здесь, вот видите, какая мощная, 60 ватт, и она служит только для этих трех огурцов. Теплый коврик тоже, вот здесь виден, да? Теплый коврик. Вот он. Поэтому огурчики стоят на теплом коврике. Лампу я купила другую, поэтому сейчас я вам покажу, какая здесь будет лампа. Ну и так, дорогие друзья, я вам показывала, что вот здесь вот у меня огурчики были, но сюда переехали рассада перцев. А огурцы я поставила повыше. Вот здесь у меня еще такая этажерка, пока она не оборудована под рассаду. Это такое здесь вот, у меня растут всякие молодежь, ну, типа детский садик. И я вот сюда на верхнюю полочку, посмотрите, вот лампу привесила, вот эту для, именно цветонос лампа, и поставила свою рассаду. Так, покажу вам. Вот опять прыгнула на табуретку, хотела же ее выкинуть. Кто смотрит мои видео, тот знает, почему я так говорю. Ну вот, то есть теплый коврик, вот там ящики, видите, теплый коврик. Но градусник лежал, это я сейчас его поставила, 23 градуса. Вот, ну если так поставить, конечно, здесь будет еще теплее. Вот. Еще расстояния были, поэтому я поставила рассаду томатов, потому что томаты начинают уже зацветать. Вот. Я тоже потом, попозже им пересадку сделала большие объемы. Но сейчас не о томатах. Одним словом, вот эти огурчики, вот там один отсвел, ну, не знаю. Прищипку я сделала, попыталась в этом году по-другому посадить. Кто-то пишет, отвратительно у вас огурцы. Не знаю, дорогие друзья, посмотрите на свои. Мне кажется, что они очень коренастенькие. Так, для рассады изумрудный листочек. Так, хорошие все, пусть теперь здесь и растут. И я вот так еще делаю вот этим фольгированным материалом, ну, для того, чтобы отражение было и потеплее было с двух сторон. То есть здесь получается такая мини-комнатка. Потеплее на верхней полочке. Так что будем ждать результатов. И потом, конечно, я вам покажу, что тут за результаты у меня получится. Честно вам скажу, зарекалась, что не буду я сажать эти комплентные огурцы. Ну, вот, каждый раз одно и то же. Ну, огурчика просто для интереса. Уж там не для урожая, что называется, но какой огурец вырастет. И то хорошо. Пока есть место, можно и побаловаться огурчиками. Желаю вам крепкого здоровья и хорошего урожая огурчиков.